Сид Недели 1 9 3 8 0 0 5 4 8 2 1 Что ж, вы вводите этот сид вот сюда, нажимаете данную, делаете что хотите и нажимаете создать новый мир. И сейчас, друзья, я вам покажу, что же мы имеем в этом мире. Вы все знаете, что такое сид, что он делает. И, то есть, это уже мир, который уже кому-то попался и просто кто-то сохранил его сид. Теперь мы можем спавнить этот мир. И, да, друзья, да, с самого начала, с самого старта, где мы спавнимся в этом мире, первое, что мы видим, это. Я даже не знаю, что мы видим первым. Во-первых, мы видим розовых овец, которые очень редки в Майнкрафте. Вы часто видите розовых овец в Майнкрафте? Вот я нет, например. И вот они, раз, здесь есть еще одна и так далее. Но это еще не самое важное, потому что здесь сразу же у нас спавнится вот такой вот биом с ледяными иглами. Ну, или как их называют по-другому, я не знаю. Ну, короче, очень тоже один из редких биомов. И он... А почему у меня включен автоджамп? Я что-то не понял. Так, ну, друзья, вот такой вот у нас биом. Он небольшой. Он, вы можете видеть, вот столько он все лишь занимает. То есть, иглы заканчиваются вот там. Он всего лишь такого размера, но все равно очень круто. И прямо на самом спавне, и еще, смотрите, какой здесь вид просто. То есть, представьте, построить дом прямо здесь. Вот с таким вот видом, прямо на море. Здесь все зеленое, а здесь уже снег и лед. И, ну, это просто офигенно, друзья. То есть, очень здорово. Опять же, прямо на спавне. Давайте посмотрим еще раз на овец, которых здесь я насчитал три на самом спавне. То есть, раз, два и три. И где-то здесь была, вроде бы, еще одна, если я не ошибаюсь. Овца. А? Где-то здесь в лесу она бродила, я помню. Но что-то я ее не вижу. Ладно, это, в принципе, не столь важно. Окей, друзья. Это все еще не все. Ага, вот у нас еще одна. Ага, попалась. Это еще не все, потому что дальше. Прямо здесь, рядышком, у нас есть вот такую вот иглу. Я честно вам скажу, друзья, я ни разу не находил в Майнкрафте иглу сам по себе. И не был там, вот, когда играл в Сурвайвл. Поэтому, друзья, что ж, здесь он прямо рядом со спавном. Прямо рядом с этими колючками. Давайте мы сюда зайдем, и вы можете видеть, как здесь все уютно. Все есть, верстак есть, печка есть, кровать есть. И очень мило сделано, и очень круто. Также давайте мы спустимся вниз, посмотрим, что же у нас здесь. Ну, да, долгие спуски в Майнкрафте. Да, здесь у нас, опять же, житель и житель зомби. И здесь у нас всякие, ну, ништячки. Золотое яблоко до самом старте вам довольно-таки сильно, мне кажется, поможет. Ну, и также золотые самородки. Ну, здесь вы можете наваривать вашу... Лучше я вам не буду говорить, что здесь можно варить. Но, друзья... Нет, шутки про наркотики мы уберем, пожалуй. Все, хватит, хватит, хватит. И, друзья, да, вот тут у нас иглу прямо... Да что здесь... Что вы делаете? Кто поджег мой лес? Это ты, Лава? Это... Ну, ладно, ну все. Получай. Так, хорошо, друзья. Что ж, давайте посмотрим на следующие интересные вещи, которые есть в этом мире, которые мы сделали с помощью этого сита. Если мы пролетим чуть-чуть, не совсем далеко, в ту сторону, вот ровно вот здесь мы заспавнивались, еще раз вам напомню, вот здесь. Если мы полетим в ту сторону, то мы сможем найти следующее. Для этого у меня есть координаты, потому что я... Я не буду летать, я не хочу летать. Я... Я... Я все знаю, друзья, я все знаю. И, друзья, то, что мы получаем, это, друзья, у нас мухоморный биом. Причем это у нас еще не просто мухоморный биом или остров. Это у нас вот такой вот полуостров. Потому что, если вы можете заметить здесь... Он, кстати, очень гигантский. Посмотрите, какой он большой. И здесь он переходит в такой... Ну, в тайгу, в тайгу. Он просто переходит в тайгу. И просто посмотрите вот на этот переход. Мне он очень нравится. Ну, реально, посмотрите, как это здорово выглядит. Просто офигенно. Грибов много, коров много. На тебе. И, друзья, просто шикарно. Просто шикарно. Опять же, недалеко от спавна. Напомню вам. То есть, спаун, он у нас... Ну, значит, на самом деле... В какой... В какой стороне был спаун? Какой? Может быть... Не знаю, не знаю, в какой стороне был спаун. Не важно. Но вот от спауна, вот в ту сторону, которую я вам показал, надо было лететь. И если вы туда полетите, то вы найдете этот... Эм... Этот биом, где у нас баг с тенью. Хорошо. Друзья, так же, так же, так же здесь есть еще интересные вещи. Поэтому давайте мы еще телепортимся в кое-какое место. Следующее у нас будет минус 248, если не ошибаюсь, 90, 616. И тем самым мы попадаем в стронхоул, друзья. Довольно-таки большой стронхоул. Вы можете видеть его здесь. Не очень и очень далеко от спауна. О, боже. Ненавижу гвардианов. Это просто полная жесть. Давайте мы войдем в гейммод S и... Нет. Гейммод SP. И немного полетаем. То есть, друзья, вы можете видеть... Давайте мы улетим сюда. То есть... Ну, то есть, в принципе, вот такой вот у нас стронхоул. Довольно-таки большой, интересный. Но это не самое сочное, то, что есть вообще в этом мире. Просто я вам хотел его показать, потому что он все-таки здесь есть. И почему бы вам его не показать? Что? Почему бы и нет? Поэтому... Да, 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 друзья. И мы переходим... Мы переходим к самому интересному. Потому что давайте мы вернемся... Нет, не в Сурбайбу. Господи, что ты делаешь? Теперь мы, друзья, полетим в одно очень крутое место, где вы найдете одну вещь, которую... Ну, это просто... Это как золото, друзья. Но не как золото в Майнкрафте. Как золото в реальной жизни. Настоящее золото. Потому что это реально очень полезная и дорогая и очень редкая вещь. Поэтому мы телепортируемся сюда и мы появляемся в форте, друзья. И здесь нас ожидает что-то очень интересное. Давайте, во-первых, я опять же вернусь в Спиктейд. Давайте мы опять же здесь полетаем. Он располагается вот здесь у нас под землей. Вы можете видеть... Вот он весь. Не самый большой. Я видел и побольше. Но здесь есть пару интересных вещей, которые вас просто сведут с ума. Во-первых, в одной из этих библиотек... Вы можете видеть, здесь у нас есть одна, здесь есть вторая. Есть одна просто суперская книга для зачарования, друзья. Просто суперская. Давайте попробую найти. Я, честно, не до конца помню, где она у нас была. Может здесь? Так, стоп. Давайте. Давайте мы войдем в один. И давайте посмотрим. Друзья, здесь у нас ничего интересного. Где же была эта книга? Я ее должен найти. Она недалеко. Так, здесь у нас ничего нет. Возможно, она знаете где? И, возможно, я перепутал. Возможно, это была следующая библиотека, которую мы только что видели. Давайте мы... Где она? Библиотека. Вот в этой. Вот в этой. Вот здесь она, по идее, должна быть. Вот в этом сундуке, который у нас прямо вот здесь. Давайте мы его откроем. Вы можете видеть, во-первых, в одном сундуке четыре книги зачарования. Давайте мы посмотрим на эти книги. Первая. Это у нас Fortune 3. Ну окей. Ну окей. Сойдет. Sharpness 3. Сойдет. Сойдет. Efficiency 3. И, друзья, гвоздь программы, друзья. Это бум. Бум. Я даже не знаю, что сказать, друзья. Но это еще не все, потому что также в этом месте мы сможем найти следующий портал в край, у которого уже есть четыре глаза Эндера. Четыре глаза уже есть здесь же. В этом же месте, где мы нашли книгу. Ну что может быть лучше, друзья? Ну это просто, мне кажется, офигенно. Это очень реально удачливый сид. И, мне кажется, он реально интересный. Возможно, ну даже невозможно. А в этом мире еще есть куча разных вещей, которые можно найти. Это все, что я смог вам показать. Просто очень крутой мир. Просто здорово. Так что спасибо вам огромное за просмотр. Еще один иглу. Еще один иглу. Спасибо вам огромное за просмотр. А если вам понравилось это видео, можете поддержать это видео лайком. Можете подписаться на канал. И оставить какой-нибудь интересный комментарий. Да. Так что с вами был Кейн. И до новых встреч.